Президент России Владимир Путин 2 апреля наделил губернаторов дополнительными полномочиями в связи с необходимостью выработки дифференцированных мер по противодействию распространению пандемии коронавируса в зависимости от ситуации в регионе. В ходе видеообращения к россиянам глава государства отметил, что к окончанию недели субъектами Российской Федерации должны быть подготовлены конкретные профилактические меры, оптимальные для территории. Речь идет и о здоровье и безопасности населения, об экономике ключевой инфраструктуре. И уже в этот понедельник губернатор Тверской области Игорь Руденя провел совещание с членами правительства. Тему продолжит наш корреспондент. И в такой ситуации губернаторам, что называется, не позавидуешь, ведь бюджеты их сильно закредитованы. При этом стоит задача сохранить экономику региона и обеспечить безопасность граждан. Не все руководители высокого ранга смогли исправиться с резко возросшей ответственностью ситуации, требующей высокой компетенции и мобилизации. Как мы можем видеть из сообщений СМИ, за последние дни сразу несколько губернаторов подали в отставку. Один из них, Сергей Гапликов, глава КОМИ, так и сказал, что не чувствует поддержки доверия со стороны народа, а потому не считает возможным вести за собой людей в сложной ситуации. Что ж, это, по крайней мере, честно. Конечно, в ближайшем будущем многое будет зависеть от масштабов распространения эпидемии. И что касается Тверской области, то здесь ситуация пока не критичная. В своем интервью на региональном ТВ Игорь Рудене отметил, что каких-либо резких показателей для введения всеобщего карантина нет. И поблагодарил всех жителей региона за проявленную высокую сознательность. Сегодня те люди, которые постоянно работают, у которых есть производство, мы их не ограничиваем в передвижении. И даже те нормативы, которые были приняты нами по ограничению работы у веселительных заведений, магазинов промышленных товаров, торговых центров, они выполняются практически в полном объеме. Значит, нами принято решение о поддержке и устойчивому развитию нашей региональной экономики. Составлен список из 222 предприятий, которые имеют стратегическое значение для нашего региона, которые будут продолжать работать. Кроме того, сформирован дополнительный список муниципальных предприятий, которые также будут работать. И предприятия по видам деятельности, которые будут работать с условиями соблюдения эпидемиологических ограничений, но будут работать в доступном режиме. Ключевым посылом выступления губернатора стало то, что противостоять большой беде необходимо всем вместе, опираясь на слаженную работу власти и гражданского общества. Эту задачу он поставил перед своими подчиненными. Давайте все вместе сделаем акцент на безопасности. Обязательные средства защиты, измерение температуры тела работников, сокращение личных посещений клиентами до максимума и дистанция между работниками не менее двух метров. Давайте беречь бизнесы и друг друга. В этот понедельник на заседании правительства стало известно, что на поддержку экономики из региональной казны направят порядка 1 миллиарда 800 миллионов рублей. Предусмотрено создание стабилизационного фонда для финансового оздоровления системообразующих предприятий. Также будет докапитализирован фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области для предоставления займов и ряд других мер. Однако уже сейчас становится очевидным, что в нынешней ситуации нужна серьезная федеральная поддержка, ибо выполнение строгих ограничительных мер в связи с пандемией, наложение массы обязанностей и высокой ответственности на работодателей должно быть увязано с обеспечением ресурсами для их выполнения.